мы с вами готовили уже печеночный паштет на сегодня мы приготовим с плавленым сыром такое сочетание мне кажется идеально мне она нравится больше всего для начала нам понадобится печенка у меня здесь свинная хорошо уже помытая брали все прожилки и нужно отварить в подсолненной воде буквально 40-50 минут до готовности и пока печенка у нас будет вариться печенки у меня килограмм нам понадобится очистить четыре больших луковицы и чуть больше килограмма моркови морковь луком нужно измельчить не обязательно измельчать до мелкого состояния все равно это мы будем обжаривать а потом все это через блендер или мясорубку перекручивать морковь отправляем к луку добавляем растительное масло и обжариваем до готовности печенка сварена лук с морковкой у нас уже обжаренный и затем все это измельчаем удобным способом я буду это все перебивать погружным блендером все перебили затем добавляем по вкусу соль перец и сахар а также 200 грамм растопленного сливочного масла и затем все еще раз перебиваем погружным блендером вот что у нас получилось нежная воздушная можно конечно на мясорубку все это перекручивать но за счет блендера она получается более нежная и пышная масса можно оставить так можно сделать виде такой колбаски берем обычную бумагу для выпечки либо же можно взять пищевую пленку и отправляем в холодильник чтоб все это застыло для второй печенка ночной колбаски берем пищевую пленку распределяем они таким буквально в один сантиметр можно взять и бумагу как мы предыдущем делали здесь нам нужно более плотнее его завернуть обычный плавленый сырочек я его отсадила мешочек распределяем по поверхности и аккуратненько все это нам нужно скрутить рулеты у нас пробыли два часа в холодильнике не уже плотненькие стали оставшимся плавленым сырочком украшаем по желанию некоторые из вас могут сказать зачем столько много моркови и лука но я вам хочу сказать больше за счет этого он получается нежный и очень вкусный всем приятного аппетита и 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